Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале Инстаттв в студии Анна Касаткина. На фоне улучшения американского рынка труда в соседней Канаде в марте было зарегистрировано ухудшение ситуации с занятостью. Позитивная тенденция резко преломилась, продемонстрировав наихудшее значение за последние 4 месяца. Вопреки прогнозам роста до 7,1%, уровень безработицы в Канаде поднялся до 7,2%. Хуже прогнозов оказалось также и изменение числа безработных. Вместо увеличения на 6800 число вакансий сократилось на 54,5 тысячи. Не порадовали инвесторов и данные по торговому балансу в стране. Дефицит вырос до 1 миллиарда канадских долларов, хотя большинство экспертов ожидало положительное значение в 0,2 миллиарда долларов. Такие разочаровывающие новости отразились на канадском долларе, который в паре с американским долларом потерял 100 пунктов. Котировка пары достигла отметки со значением в 1 доллар 2,3 канадского цента. В дальнейшем валютная пара под влиянием данных о меньшем росте числа рабочих мест вне сельского хозяйства в США немного скорректировала восходящее движение. Продолжение следует...